МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга. Загадка 20 века. О её пророчествах слагают легенды. Почему же имя Ванги до сих пор вызывает огромное количество спекуляций и, подобно магниту, притягивает шарлатанов? Кто сегодня зарабатывает на её имени? И сколько стоит бренд по имени Ванга? В приёмной целительнице Людмилы Ким посетителей встречает большое фото с Ванги. Как знак качества оказываемых услуг. Людмила считает себя ученицей знаменитой ясновидящей. Инфарктов, инсультов, даже параллельный склероз лечит, и даже болезнь Айсгеймера лечит. Это всё вот на основании слова Ванги. По утверждению Ким, Ванга при первой же встрече признала её необычные способности. Она начала говорить, что у меня столько-то лет, что я грею, что я лечу людей так же, как Джон, руками. Она спросила, что у меня. А я ей сказала, что у меня сейчас ручный пузырь непорядок. Ванга умерла 11 августа 1996 года. Но в болгарскую деревушку Рупите, где пророчица вела приём последние десятилетия, до сих пор не иссякает поток туристов. Её феномен продолжают исследовать. Тиражи книг о ней раскупаются. Одних документальных фильмов о Ванге снято более полусотни. Для экстрасенсов всего мира сам факт свидания с Вангой – бесценная реклама. Ванга – это уже бренд, под которым уже многие работают. Сказать, что ты тётя Глаша, я предсказываю. Никто как бы не поверит. А здесь, когда уже на протяжении десятилетий, десятки тысяч, а может быть сотни тысяч, лечились у неё, находили успокоение, что-то она говорила. Осенью 1995 года, накануне президентских выборов в России, представители Ванги связались с пресс-службой Бориса Ельцина. Они пригласили действующего президента на встречу с ясновидящей. Ванга хотела сообщить ему что-то важное о выборах. Ельцин лететь в Болгарию категорически отказался. Тогда представители Ванги попросили передать для предсказательницы наручные часы и кусок сахара. Ни сахар, ни часы Ельцин передавать не стал. Но в Болгарии всё же побывал его представитель. Тогда и прозвучало одно из самых известных пророчеств Ванги. Ельцин победит на предстоящих выборах. И ещё. Ему надо поберечь сердце возможной проблемы. Певец Бедрос Киркоров ездил к Ванге три раза. Первый раз 20-летним юношей. Тогда он отправился на встречу вместе с артисткой из своего коллектива. Она сказала, давай сделаем так, чтобы ты якобы мой жених. Пойдём посмотрим, что она скажет. А у него был парень, он не хотел ехать туда. И вышла женщина с чёрным таком наброшенным на голове шарфиком. Прямо к нам и говорит, вас баба Ванга послала сказать, что она вас не будет принимать. Я говорю, почему? Вы пришли с обманом. Она сказала, что расчистите душу тогда прийти. Я обалдел. Поражённый до глубины души Бедрос тогда приложил все усилия, чтобы всё же прорваться к ясновидящим и услышать предсказания. У вас будет сын, он поднимется в гору, у него в руках будет палка. А палка оказалась олимп, палка-микрофон. Вот она всё это сказала. Второй раз я принёс записи. Я говорю, вот это мой у сына записи, которые вы сказали. Он стал певцом. Первый президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов гостил у Ванги более 30 раз и впоследствии подсчитал. Из каждых 10 данных ему предсказаний 8 сбывались. Например, именно от Ванги Илюмжинов узнал, что ему предстоит стать президентом. Я говорю, ну я как бы не собираюсь в республику, потому что я закончил ГИМО, у меня много планов было. Вот в Америке я дом купил, в Женеве собирался покупать дом. Ну, проекты были, бизнес-проекты большие. Она говорит, нет, говорит, будешь народом командовать, государством. Список пророчеств Ванги можно продолжать бесконечно. По сути, вся ее жизнь состояла из встреч с людьми, которым она помогала. Самое главное, знаете, что за нее говорит? Даже не то, что вот она была раскрученной Вангой, бабушкой, к ней ездили знаменитые люди, а то, как она стала такой. Ведь это же, понимаете, в нее же никто деньги не вкладывал. Не было какого-нибудь там богатого спонсора, который бы заплатил за то, чтобы эту Вангу сделать великой предсказательницей. Вангелия Димитрова родилась в 1911 году в македонском городе Струмица. Ее отец, крестьянин Панды Сурчев, батрачил в окрестных деревнях. Мать девочки умерла, когда Ванге было 4 года. В возрасте 12 лет Ванга потеряла зрение из-за урагана, во время которого вихрь отбросил ее на сотни метров. Девочку нашли, заваленную ветхами и землей, еле живую. Глаза ее были забиты песком и пылью. После этого она начала слепнуть. Итак, что мы знаем о первых предсказаниях Ванги? В начале 1940 года некий голос сказал ей, что в апреле начнется война. Соседи, которым женщина поведала это, подняли ее на смех. Но когда спустя несколько месяцев германские войска действительно вошли в их деревню, о пророчестве вспомнили. Именно с этого дня Вангу стали называть изновидящей. К ней потянулись люди. Вначале из родного села, потом со всей Македонии и, наконец, со всего мира. Люди там приезжали сутками, неделями, ждали очереди. И вот жили лагерь такой. Был там и шейхи были, и английские банкиры. Ну, там со всего мира к ней народ съезжался. Немалую часть очереди составляли экстрасенсы всех мастей, желающие получить благословение на практику. Они все приезжали к ней для того, чтобы получить предсказание Ванги. А Ванга их гоняла, просто даже принимать не хотела. Идет сюда. Так же, как гробового выгнала. Так же, как и чувака выгнала, и Кашпировского. Она всех их гоняла. Алан Чумак не припоминает, чтобы Ванга его выгоняла. Говорю, баба Ванга, ну а как вы оцениваете то, что я делаю? Он говорит, тебе помогает Бог. Езди по миру, больше бывай в теплых странах. Ты делаешь богоугодное дело. Вот резюме нашей встречи. Когда речь идет о близости к телу Ванги, экстрасенсы готовы биться до последнего. Само имя Ванги для них – своеобразная индульгенция, защищающая от подозрений в шарлатанстве. Так почему же именно Ванги доверяют тысячи людей? И в чем заключался ее дар? На этот вопрос пытались ответить не раз. Ученые всерьез занялись изучением способностей Ванги еще в конце 60-х годов. Самые объемные исследования провел профессор Георгий Лозанов, директор Института сукгистологии в Софии. Наука сукгистология изучает механизмы внушения и гипноза. Я не исследую ее. Воспитали здесь, старались изъять мозг ее. Ванга сказала, не надо. Ты не успеешь, сказала бы, в мой мозг исследую, потому что ты сам скажу, умрешь. Действительно так было. Речь идет о специалисте по судебной медицине Николе Шибковенском. Мрачное пророчество Ванги исполнилось и на этот раз. Спустя полгода профессор скончался от рака. Но итог исследования феномена Ванги он успел сформулировать. Цитирую. Мы не можем доказать существование этого явления, но вместе с тем не можем его отрицать. Проще говоря, ученые расписались в своем бессилии. Чтобы разгадать тайну Ванги, астрологи пытались составлять ее гороскопы. Но и здесь возникли сложности. До сих пор неизвестно, родилась ли она по старому или по новому стилю. Документы об этом ничего не говорят. Это тоже разночтение. 13 дней разница, понимаете? Первыми, кто догадался, как извлекать выгоду из феномена под именем Ванга, были болгарские власти. В середине 60-х годов паломничество к Ванге достигло невероятных размеров. Закрывать на это глаза было уже невозможно. В небольшой деревушке Рупите выстроили несколько гостиниц, а возле дома Ванги – билетный киоск. Таким образом, предприятие под торговой маркой Ванга было узаконено официально. У него чуть ли не план был в день меньше 50 человек принимать. И квитанции такие давали небольшие. Ну, 5 лев, что ли, это где-то 50 копеек, что ли. Для чего нужно? Муниципалитет собирал. Людей там много, тысячи людей. Нужно было дороги убирать, порядок наводить. Там охрана стояла. Предпринимателя Илюмжинова не удивляет такой практичный подход к делу. Но не будем забывать. Речь идет о государстве соцлагеря. И в этом государстве власти, по сути, поощряли распространение эзотерических воззрений. Это все стоит очень больших денег. То есть это громадный парк с ландшафтным дизайном. Это вот эта вот самая так называемая церковь, которую они построили, которая хоть и страшная, и бесскусная, но очевидно, что очень-очень дорогая. Свою выгоду быстро осознали и спецслужбы. В очереди к Ванге плечом к плечу стояли министры и банкиры со всего мира. Бесценный источник информации. Не отсюда ли многочисленные слухи, что и сама Ванга была суперагентом? Не то КГБ, не то ЦРУ. Возможно, она была поставлена в такие рамки, что либо она с государством, либо неизвестно, чем ей, как бы, возможно, угрожали. То есть, возможно, это был не ее выбор, а она, возможно, послала за свою семью. То есть это такая вот тайна, которая может иметь разные грани. В кривотолках о Ванге великое множество. Осведомители, которые якобы заранее собирали для нее информацию о посетителях, огромные суммы денег, якобы найденные во время обысков. Когда там телепередачи посмотришь, про какие-то миллионы, кувшины, ну, просто даже смешно. Там дом Рупити, где она всю жизнь жила, очень скромный, очень скромный. Там ничего, не люстр, там бронзовые подсвечники, там бриллианты в кольцах этого, ничего не было. Но больше всего мифов о пророчествах, которые якобы сделала Ванга. Насчет всего того, что сейчас под ее именем выходит в интернете, в книгах, я думаю, что по большей части это, конечно, так называемые апокрифы. Это все выдумки людей, которые просто очень хотят, скажем, заработать на такой сенсации мирового уровня, как Вангелия Димитрова или Ванга. На самом деле, по большей части, она, конечно, ничего этого не говорила. Ванге приписывают предсказания чернобыльской катастрофы, гибели подводной лодки Курск, точной даты начала Афганской войны и конца света. Но по свидетельствам тех, кто был лично знаком с Вангой, эти и подобные пророчества появились уже после ее смерти. А их настоящие авторы видели Вангу только на фотографиях. Конец света, там, такого не было ни разу. Я не слышал, хотя привозил уважаемых людей, там, главный редактор московской газеты был, там, очень подробно как, расспрашивал. Такого не было. На Курск, она, говорят, вот действительно где-то говорила. Указала просто на Курск. Потом связали с вот этой подводной лодкой, которая утонула. Но было ли это так или в другом виде, или просто захотели приписать подлодке Курск нечаянно оброненное ею бабушкой высказывание, трудно тут сказать. Разночтения возникали и по другим причинам. Ванга говорила то на македонском, то на болгарском, то на смеси двух языков. Понять, какие именно слова она произносила, порой не могли даже ближайшие родственники. Переводчики тоже не всегда проясняли ситуацию. Особенность состояла в том, что шел прямой текст, не обработан и литературно. В огороде Бузина в Киеве дядька, тебе нужен дядька. Бузина, Киев, огород не нужны. Вылови. Вот это как бы задача была переводчика. Дать ответ на тот вопрос, который адресовал Ванг. Говорила очень быстро, но некоторые люди так с трудом понимали. Начинала говорить, надо было просто в момент, чтобы ты записывал, если смог. Поэтому некоторые люди приходили два-три раза к ней, чтобы точно узнавать, что и как. Самой Ванге, по многочисленным свидетельствам, переводчики были не нужны. Там со мной англичанин один был, потом француз, из Эмиратов, там товарищ бизнесмен приезжал, тоже очень хотел узнать там семье своей. И она сразу говорила, то есть не нужно было там переводчика ни с арабского, ни с английского, то есть, садишься только, не успеваешь вот это раскрыть, она... Случалось, Ванга входила в транс. Это бывало очень редко. Под градом с нее бьет, она совершенно вот как не здесь, и говорит другим, даже другим голосом. Видимо, измененное сознание, во время которой у нее, видимо, был некий такой прорыв. Прорыв спонтанного ясновидения, можно сказать так. Речь была очень часто несвязанная, то глухая, то звонкая, там были какие-то крики. Ванга была малообразованной женщиной, со смутными представлениями о реалиях современного мира. Это тоже усложняло тротовку ее слов. Как, например, понять такое предсказание? Близнецы скоро будут заклеваны железными птицами, и волк, забудьте с хустов. Вот, пожалуйста. Говорят, речь идет о нападении на башни Близнецы в Нью-Йорке. Но насколько точно, это можно утверждать? Это будет все обрастать какими-то фантастическими историями, даже небылицами. И это неизбежно. Потому что сегодня уже, хотя прошло совсем немного лет, с момента ее ухода, уже сегодня невозможно создать абсолютно точный образ Ванги. У нас нет реальной, подлинной биографии Ванги. А есть миф, который был создан ее сторонниками и, собственно, теми людьми, которые получали большие деньги, для которых сама Ванга была очень выгодна. Искусственно созданный мистический ореол – это необходимый компонент торговой марки Ванга. Чем меньше известны публике о реальной жизни болгарской женщины, тем легче под именем Ванга продавать самые фантастические идеи и бредовые рецепты. Ведь на все это есть спрос. А значит, мы еще не раз услышим о новых предсказаниях давно умершей ясновидящей. Как говорится, следите за рекламой. Главное – не верьте всему подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова